Всем привет, ребята! Как ваше здоровье? Как у вас настроение? Все хорошо? Очень рада за вас. Девочки, я в шоке. Покажу. Посмотрите. Что бы вы подумали и сказали мне на это? Я не знаю даже, что думать. Пришел ребенок со школы, принес три букета цветов. Я думала, ну, может, в школе, хотя в школе откуда. Я говорю, а что это за чудеса? Это, говорит, баба купил. Ну, баба по-турецки, отец, папа. Я говорю, а ты что? А что такое случилось с нашим бабой? Я взяла телефон, быстренько написала, все хорошо. 27 минут назад написала, ответа нету. Прям не знаю, что и думать. Девочки, за 25 лет семейной жизни, нет, вначале были, конечно, цветочки. Конфет на букетный период, как и у всех. Я у сына спрашиваю, сыну 15 лет. Я говорю, сынок, ты помнишь, когда мне баба цветочки дарил? Он, говорит, ни разу не видел, чтобы тебе баба цветочки дарил. Сколько жив? Ой, и смешной, и не знаю. Девочки, скажите мне, что бы это значило? Прям я не знаю. Не, приятно, мне приятно, я ничего не могу сказать. Но это неожиданно. Я не приучена к цветочкам, понимаете? Я же объясняю. Вот заодно будем с вами готовить баклажаны. Мизе будем готовить. Мизе по-турецки... Это не турецкое слово, мизе. Это фарсиска. С фарси, если я не ошибаюсь. Вкус обозначает. Ну, может, кто-то из вас знает. Скажите, вкус. Мне так муж объяснял. Насколько я помню, это обозначает мизе. Мизе вообще что такое? Это помазка какая-то. Берешь хлебушек и намазываешь какой-то мизе. Мизе может быть любое. И сырное, и овощное. И какой душе угодно. Сегодня у нас будет баклажанная. Баклажаны. Есть такая, знаете, продается, но я ее не люблю, если честно. Такая металлическая поверхность, чуть-чуть изогнутая. Ее вот так на огонь ставишь, а там есть дырочки. А это у меня обыкновенная, это ПСИ. Противень обыкновенный для духовки. Баклаву сюда удобно катать. Ну, и вообще, это турецкая такая распространенная противень. В любом магазине его можно купить. А вот эта вот, я даже не знаю, как она называется, штуковина такая, металлическая, с дырочками. Через эти дырочки вот этот огонь проходит. Ее нужно на мангале ставить, на газ вот так в чанки ставят. Кладут овощи, перец красный такой толстокожий и баклажаны. И потом кожу чистят, миленько режут, чесночок туда, лучок. Ну, в общем, покажу. С маслицем и получается мизе. Сюда тоже положим баклажаны. Просто у меня сейчас в голове корышик, корышик. Я не знаю, что думать, девочки. Скажите мне, что это? Мы не ругались, ничего. Я же говорю, мы... Вообще, турки-мужчины, это не только у меня. Вот девочки выходят замуж. У кого 5 лет стажа семейного, у кого 10. У них у турков не распространено цветочки дарить. У них такого нету. Вот недавно мы были у свекрови со свекром. И смотрю, у них тоже цветочки в спальне стоят. Ну, как в спальне, в комнате, где... Это комната для гостей, но у матери проблемы были со здоровьем. И матрас она отдельно положила, и в этой комнате спала. И поэтому, как бы, мы туда зашли. Потому что мы же знаем, что туда нужно, в эту комнату, сходиться. А там матрас. Смотрю, вазочка с цветочками. И цветочки живые, как и у меня, розочки. И я тоже удивилась, потому что за сколько лет, вот сколько я, 25 лет в браке, я ни разу не видела, чтобы у свекрови стояли цветочки живые. Ну, в смысле, ну, как сказать, не принято здесь цветочки дарить. Понимаете? А свекрови 70, а свекру 80. Я говорю, о-о-о! А она говорит, ой, говорит, кзым, я тоже удивилась. Ну, радостная такая. Это, говорит, мне баба подарил. Ну, в смысле, муж, отец подарил. Я говорю, а что такое случилось? Что он натворил? Ну, мы же женщины и так обычно. Если дарят цветочки, значит, что-то натворил. Она говорит, я тоже не знаю. Я, говорит, 55 лет в браке с ним живу. Первый раз в жизни от него цветочек получила. Сама, говорит, удивлена. Я говорю, ай, любовь. Ну, в общем, вот так. Конечно, любой женщине приятно. Девчонки, скажите. Вам неприятно разве? Просто если мы не разбалованы в таком мужском внимании, и когда нам преподносят какой-то сюрприз, даже пусть это... У нас какие чувства сразу? О, что-то случилось. Так и у меня. Поэтому я у вас спрашиваю. Некоторые задают у меня вопрос там в комментариях. Читаем. Как познакомились? Ой, девочки. Мы, когда с мужем познакомились, не было никаких компьютеров, интернета, ничего не было. В 95-м году мы... В 94-м, что ли, познакомились. В 95-м начали совместно проживать. В 97-м замуж вышла. Дети родились. Ну, по очереди, конечно, дети родились. Поэтому, как познакомились... Девочка знакомая, не подружка даже, работала у них в фирме, в офисе. И приехали... Вот эта партия турков новых. Язык не знают. Мы жили в то время в Ташкенте. Узбекский не знают, русский не знают, только по-английски. А в Ташкенте кто знает английский? Я, например, тоже не знаю английский. И им говорят, вот вы познакомьтесь с местным населением, быстрее научитесь язык. Я говорю, здрасте, мне больше делать нечего, ходить, учить их. Я говорю, я же... Ну, это как раз развал Советского Союза. Я говорю, в Узбеке не знаю, зачем мне турки еще нужны. Еще мне турков не хватало. Она говорит, пошли. Хорошие, говорит, парни, пойдем. В театр. Я говорю, я никуда домой к ним не пойду. Она говорит, им дали с работы билеты бесплатно. Развал, разруха в стране. В театр никто не ходит, денег нету. Вот таким студентам, да, иностранцам давали билеты бесплатные, чтобы как бы... хотя бы так. И, в общем, я говорю, ну, в театр пойду. В театр, я говорю, не была. Пойду в театр. Пришли в театр. Я уже даже не помню. Там какая-то симфония была, концерт. Сидим, слушаем. Общаться, естественно, не можем. Ну, пошли потом мороженым угостил, цветочки купил. Вот через подружку она знала турецкий там. Ну, как знала. Так, отдельные фразы. И все, вот так познакомились. Потом говорит, это, телефон можно? Я говорю, так телефон-то я дам, а как мы с ним будем общаться? Ни бе-ни ме, ни я, ни он. А, говорит, переводчик поможет. Ну, ладно, переводчик поможет. Ну, ладно, говорю, ладно. Ну, и все, и забыла. Прихожу с работы. Бабушка говорит, себе какую-то меру звонил. Ну, я сразу поняла, что за нервность. Ну, ладно, говорю, захочет еще. Потом опять он такой настойчивый, позвонил опять. Ну, человек мне, как человек, он не понравился. В моем вкусе был парень молодой. У нас с ним разница на 4 года. Такой он в теле, знаете, я, ну, таких. В то время, ну, таких широкопостных. Стручковые фасоли не очень мало. И, в общем, позвонил, через переводчик позвонил. Ну, типа, Татьяна, да, Татьяна. Ну, вот, типа, порог там туда-сюда. Хочет с вами встретиться. Я говорю, вы извините, ну, как с ним встречаться? Он знает, мы с ним не можем же общаться. Какой смысл встречаться? Зачем друг другу мозгиком поселить? Он, говорит, настаивает. Думаю, господин, настойчивый какой. Ну, ладно. Встретились. Там где-то у метро мы встретились. Смотрю, он уже как-то по-русски лопочет. Ну, там, какие-то фразы. Пошли, говорит, в кафе. Ну, пошли. Ну, мне самой интересно. Думаю, надо же, какой это полиглот. Пришли. Он говорит, это что? Ну, там, ложка. Думаю, наверное, действительно, человек хочет учить язык. Ну, вот так вот, в общем, ложка, вилка, ножик там. То есть, все. До дома на такси. Я в узбекской Махале жила. Там правила строгие. Думаю, зачем я его доворот буду? Ну, там где-нибудь на дороге остановлю. Я говорю, все, мне здесь остановите. Дальше я сама. Он остановил. Правда, никаких ничего. До свидания, до свидания. Потом. Значит, как-то еще устал. Уже сам позвонил. Я так удивилась, он по-русски говорит. Буквально два месяца прошло. Он за два месяца на узбекском стал, ох, как на родном. Думаю, действительно человек талантливый. Ну, и мне симпатично, такой молодой человек симпатичный. И такой, знаете, талант к языкам у человека. Я тут не пень имею, а он уже шпарит и по-уббецки. Хотя турецкий с узбеком очень похожи языки, но все же. Ну, и в общем, стали так встречаться. Встречались, встречались. Любовь нечаянно нагрянула. Думаю, ну, что мне ловить здесь нечего. Кто он и кто я? Тем более он мусульманин, а я христианка. Ничего мне не светит. И потом, в один прекрасный момент, ну, он же мощный такой, ширококосный, а я дюймовочка, 56 килограмм, что ли, я была. Ну, у меня рост метр семьдесят. Посадил меня на колено. Говорит, иди сюда. Ну, он уже по-русски шпрекал. Посадил меня на колено и говорит. Я вижу. Ты меня любишь? Ой, плакать буду, девчонки. Уж сколько лет прошло, а все равно это как-то трогательно для меня в душе. Ты меня, говорит, любишь, и я тебя люблю. Я не принц, ты не принцесса, давай будем жениться. Я офигела, девчонки. Я даже, я думала, я сплю. Потому что человеку у меня уже были чувства. И, ну, иностранец. Сами понимаете. Еще советский я такой закалки человек. В общем. Ну и все. И начали потом ходить по всяким комиссиям. Семь месяцев собирали всякие справки, бумажки. Женились мы в Ташкенте, в Узбекистане. Пока справки собирали, у меня уже живот. Пришли, в общем, в этот, в ЗАГС. Заявление подавать уже все справки собрали. Все, что нам сказали. Пришли, значит, в ЗАГС. Ой, девочки, наверное, уже это все. Вот так вот немножко их это. А потом... Не, это еще надо. Это меня, знаете, девочки, кто научил? Свекровь. Я когда первый раз в Турцию приехала, в 98-м году уже на правах. У меня уже статус был официальный. Я жена. Уже у меня все. Чки-чки было. И смотрю, она вот так делает. Думаю, ох, надо на заметку себе взять. И вот с тех пор я уже вот так тоже делаю. Ну, это вот единственное, чем у меня свекровь научила. Больше она меня... Ну, как научила? Я просто увидела, и все. Так она мне не рассказывает в Сависе. Никакие секреты она так особо не выдает. И, в общем, что говорила. Пришли мы в этот ЗАГС. А у меня живот. Она говорит... Это заведующая ЗАГСа. Ты, говорит, если хочешь, чтобы тебя быстро расписали, ты, говорит, принеси справку, что ты беременная. А я-то молодая и глупая. Я говорю... А что, вы думаете, я туда подушку вставила, что ли? Она говорит... Да мне... Это не для меня ты принесешь, а для комиссии. Я же, говорит, вас побыстрее распишу, что на основании вот этой справки. Я говорю, а, понятно. Ну, я же не знала. Что же я? Каждый день замуж уходила, что ли? Все, пошли, значит, в поликлинику. По закону же женщины могут рожать там, где живут, а не по месту прописки. Достать на учет. Ну, я и пришла по месту прописки будущего мужа. Он же был прописан в квартире съемной в Ташкенте. Пришла, значит. А мне говорят... Ну, а так как он муж, что мусульманин, он говорит это... У нас женщины не решают. В общем, у нас мужики в доме командиры, и все делают мужики. В общем, он зашел в кабинет и вышел через несколько секунд. Говорит, она тебя тоже хочет. Ну, и мы вместе зашли. Ну, он с ней на урбецком языке поговорил, а она со мной на русском языке говорит. А ты, мол... Я, говорит, я все понимаю, но я не могу вам дать эту справку, так как... В общем, она не верит, что мы будем женить. Иди, говорит, там, где ты живешь, в поместной прописке. Я говорю, я не буду... А он говорит, да не будет она рожать здесь. Дайте нам справку. Мы распишемся, я работу закончу, и мы уедем в Турцию. Нам нужна просто эта справка. Видите, она уже беременная. Она говорит, я вас все понимаю, но вы меня тоже звоните, я не могу дать эту справку. Ну, что нам делать? Мы вышли с поникшей головой. Сидим дома, горюем. Соседка у нас была хорошая, бабуля. Она говорит, Тань, ну ладно он. Ты это, говорит, это. Слушай, говорит, внимательно меня. Ну, я молодая. Мне там сколько? 23-24 года. Я не знаю, что и как с этим. Я не сталкивалась. Она говорит, слушай меня. Купи... Сейчас, говорит, столько много всякой этой продукции. Купи, говорит, какой-нибудь подарок. Так, короче, с мохнатой рукой иди. Я говорю, хорошо, поняла. Пошли. Вот подземные, на Максим Горьким. На подземные переходы были. И жили мы в то время на Максим Горьком. И поликлиника у нас была 20-я, еще старая. Постройка была туда, в Махале. Это сейчас новая хорошая, многоэтажная. А то было деревянное здание такое, запудала. Ну, купили бутылку Амаретто. И коробку конфет вишня. Пьяная вишня. Вот как сейчас помню. Еще какой-то парфюм купили. Мешочек нам дали. Мешочки же появились. Мешочек дали нам. Значит, идем. Я говорю, ты сиди. Я сама. Думаю, надо брать свои руки. А то, блин, не выйду замуж. Уже поздно отступать. Значит, захожу с мешочком. Ставлю возле ног ее на пол. Говорю, все в ваших руках. Вся моя судьба. Не губите. Ну, вроде шутки шутками. А ну, она залупалась. Да, пришли туда-сюда. Выписала мне справку. Пошли с этой справкой в ЗАГС. Значит, нас через несколько дней расписали. Ну, никакой свадьбы, ничего не было. Почему? Потому что его родственники не могли приехать. У меня из родственников там только одна бабушка. Ну, дед еще был. Ну, и соседи. В общем, так, тихо, скромно посидели. Все. Ну, какой свадебных нарядах, ничего не было. В общем, вот так вот познакомились. Ну, а потом закрутилась семейная жизнь. Не до цветочков было. Было столько проблем. В общем, поэтому я удивлена вот этому букетному периоду. Пахнет, девчонки, пахнет так, обалдеть просто. Пахнет. Прям вот, прям вкусно-вкусно пахнет. Ой, у нас у бабушки, мы в этом Махале жили, частный дом у нас был, вот уже красная роза вот такая. Тоже такой запах шикарный. А это авторчики, подать. Паник уже тут. И еще что-то какое-то. Ой, девчонки, не знаю. Ну, насчет гульнуть, нет. Здесь, в Турции, гульнуть. Бесплатно не гульнешь здесь. Так что я насчет этого не переживаю. Да и, знаете, уже время прошло, чтобы я переживала, что он... Ну, гульнул и гульнул на здоровье, скажу. Как-то я к этому так отношусь. Никуда не денется, придет обратно. Я не жадна. Чего говорю? Чпуху мулю. Сырники делала. Ходила сегодня по каналу. Смотрю, девчонки сырники лепят. Потому... Ой, что-то я тоже давно сырники не делала. Не леплю. Немножечко отвороженчика у меня было. Сожменьку. И яичко смотрю одно на магазин идти. Туда. Здесь что проблема, девчонки? У нас творога нету, как вот. Пошел такой. Хочешь сладенький, хочешь... Нету. В Турции творог называется лор. И он соленый. Не соленый можно купить только на базаре. А базар у нас по понедельникам. В нашей махаре базар только по понедельникам. В Турции, кто был, знает, что на каждый день недели, в каждой махаре свой базар. У нас понедельник. Девчонки, потом что нужно сделать? Почистить. Вот это все почистить. Оливковое масло. Можно такие. Паста такая. Из... Из кунжутных зерен. Такая. Паста. Тоже добавить можно. Чесночок подавить. Лучок можно меленько. Перчик можно тоже на огне. Но я перчик не буду делать, не хочу. В общем, вот так вот. Вот такие дела, девочки. Пишите. Цветочки вы получаете от своих мужей. Ладно, девочки, буду закругляться. Ну и мальчики тоже пишите. Вы своим женам дарите цветочки? Очень интересно. Всем пока. Обнимашки. Я, как обычно, жру. Всем удачи. Хорошего настроения. Позитива. Пока.